Париж Ленин живет по законам конспирации. Именно поэтому так бедны архивы той поры. Немудренное хозяйство Ильичей, трудный быт эмиграции. Здесь, на тихой улочке Мари-Рос, рождаются планы будущих сражений пролетариата, налаживаются тесные контакты с партийными организациями. Ленин внимательно следит за тем, что происходит в России. В середине 1910 года Россия вступила в полосу промышленного подъема. Он способствовал дальнейшему обострению классовых противоречий в стране. Пролетариат России начинает оправляться от потерь, вызванных разгулом реакции. Смерть Льва Толстого вызвала политические демонстрации студенчества, а затем и рабочих. Не начало ли поворота, пишет Ленин. Полоса полного господства черносоченной реакции кончилась. Начинается полоса нового подъема. В нынешних условиях острее, чем когда-либо, стоит перед партией вопрос о подготовке образованных руководителей социал-демократического движения. Они должны укрепить партию в борьбе против ликвидаторов и отзавистов. Усилиями Ленина летом 1911 года в местечке Ланжемо открылась партийная школа. Нелегкими путями добирались из России рабочие, профессиональные революционеры. С трудом разыскивали дом Ульяновых. Пришел какой-то человек, сообщает консьержка. Ни слова не говорит по-французски, должно быть к вам. Я Сергор Женикидзе, представляет сон. Публика все приехала развитая, передавая, вспоминала Надежда Константинна Крупская. В первый вечер Ильич повел их ужинать куда-то в кафе. И я помню, как горячо проговорил он с ними весь вечер. 147 лекций прослушали ученики. Николай Александрович Семашко, будущий нарком здравоохранения, рассказывал о рабочем законодательстве. Анатолий Васильевич Луначарский, будущий нарком просвещения, прочитал лекции по истории литературы и искусства. Надежда Константинна Крупская передавала свой опыт связи с подпольем, учила писать статьи в рабочие газеты. Более трети всех лекций прочел Владимир Ильич. Политическая экономия, материалистическое понимание истории. Он стремился к тому, чтобы слушатели теснее связывали теорию с жизнью, с практикой революционной борьбы в России. В редкие часы отдыха уходили в поле, к реке. Ильич охотно вступал в общий хор. Казалось, над головой русское небо. А в России... В России пролетариат собирается с силами и начинает переходить в наступление. Ученики школы вернулись к подпольной работе. Сплачивать массы для борьбы, укреплять партию. Он будет руководить их борьбой. Они же с жадностью будут вчитываться в ленинские строки, определяющие программу их действий. РСДРП пережила тяжкую болезнь. Кризис кончается. Надо быстрее созвать общепартийную конференцию, восстановить центральные руководящие органы, очистить партию от оппортунистов. В Прагу чешскому социал-демократу Антонину Немецу Ленин направляет письмо. Ряд организаций нашей партии намерены собрать конференцию. Самым важным для нас является возможность организовать дело архиконспиративно. Ленин не зря заботился о конспирации. В январе 1912 года в Прагу нелегально съехались делегаты от всех важнейших центров российского рабочего движения. 18 января в Пражском народном доме Ленин открывает конференцию. Что такое глава примиренцев Троцкий? Сей муж проводил в среду русских рабочих ликвидаторство. Нужно было вскрыть это. Сейчас ведется борьба не на живот, а на смерть. О современном моменте и задачах партии, о характере и организационных формах партийной работы шел разговор. Среди участников ученики и учителя Лонжумо. Создалось впечатление, что Ильич объехал всю Россию. Так глубоко знает он думы и чаяния широких народных масс. Расскажет впоследствии Ануфриев, питерский рабочий. Исключив ликвидаторов, Пражская конференция окончательно оформила самостоятельное существование большевистской партии. Определена политическая тактика, сочетание легальных и нелегальных форм борьбы. Уцелела не только знамя российской социал-демократии, ее программа, ее революционные заветы, уцелела ее организация, которую могли подрывать и ослаблять, но не могли снести дотла никакие преследования. «Наконец удалось, вопреки ликвидаторской сволочи, возродить партию и ее центральный комитет. Надеюсь, вы порадуетесь этому вместе с нами», писал на капре Горькому Владимир Ильич. «Ильич стал другим, стал гораздо менее нервным, более сосредоточенным», вспоминала Надежда Константиновна. Парижский адрес Ульяновых хорошо известен уже многим. Здесь устраивались собрания, останавливались приезжие. В их рассказах оживало революционное движение России. Ленин умел слушать. Какой горячий интерес к каждой детали. Нет лишних подробностей. Все они имеют значение. Кладбище Перлашес. Ежегодно рабочие устраивают массовые шествия к стене коммунаров. С ними приходит сюда и Ленин. Здесь слушает он Эдуарда Вайяна, старого коммунара, Жанна Жареса, видного социалиста. Ленин среди тех, на кого кидаются полицейские. В Париже встречается он с Полем Лафаргом и его женой и соратницей Лаурой, дочерью Маркса. Все эти годы в Париже, как, впрочем, и везде, рабочее место Ленина в библиотеках. Тысячи выписок, конспекты, материал для статей, будущих книг, рефератов. Его статьи пронизаны страстной верой в неисчерпаемые силы трудового народа, необходимостью революционного руководства партии. Буря — это движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах. Толчком к развертыванию массовой политической борьбы послужили события на Ленских приисках. Войска расправились с забастовавшими рабочими. 270 убитых, 250 раненых. Ленский расстрел явился поводом к переходу революционного настроения масс в революционный подъем масс. Как нужно быть там, в России? Он перебирается ближе к России, в Краков. Дорогая мамочка, получил твое письмо с новым адресом. Я как раз тоже должен дать новый адрес. Из Парижа я нынешним летом забрался очень далеко, в Краков. Почти Россия. ЦК поставил здесь бюро между нами. Близко граница. Используем ее. На третий день имеем газеты оттуда. Писать в тамошние газеты стало легче. В Петербурге в обстановке революционного подъема выходит первая легальная газета «Правда». Правда стала трибуной большевиков. Свою газету, преследуемую судом, конфискациями, запретами, штрафами, рабочие поддерживали трудовой копейкой. Почти 17 тысяч рабочих писем и корреспонденции дала за два года «Правда». Организовывали, поднимали рабочих на борьбу лучшие партийные публицисты. Бубнов, Демьян Бедный, Альминский, Калантай, Свердлов. Главным же автором «Правды», ее идейным редактором, был Владимир Ильич. Почти ежедневно писал он в газету, освещал самые актуальные вопросы революционного движения в России и за рубежом, разъяснял политику партии. На страницах «Правды» была развернута подготовка масс к выборам в Четвертую Государственную Думу. Ленин непосредственно руководил деятельностью думских депутатов-большевиков Бадаева, Муранова, Самойлова, Петровского, Шагова. У нас завязалась с Владимиром Ильичом крепкая связь. Личные указания и письма от Ильича, всегда ставившие вопросы точно и определенно, были для нас неисчерпаемым источником усиления и повышения всей нашей работы, вспоминал Алексей Егорович Бадаев. С думской трибуны он говорил «Социал-демократическая фракция будет добиваться всеобщего и равного, прямого и тайного избирательного права. Мы будем отстаивать введение восьмичасового рабочего дня, широкого рабочего законодательства, государственного страхования рабочих». Маленькая группа рабочих депутатов выступала в Думе как политическая сила, за которой стоял пролетариат всей страны. Думские депутаты не раз бывали у Ленина. Были они и в Кракове, и в Поронине, где Центральный комитет собирал совещания партийных работников. Итогом совещаний явились принятые резолюции о задачах агитации в настоящий момент, о партийном съезде по национальному вопросу. Огромная работа, нервное напряжение, жизнь в эмиграции изрядно подорвали здоровье Владимира Ильича. Ухудшилось оно и у Надежды Константиновны. Ульяновы перебираются в крохотную деревушку в Татрах. Место здесь чудесное. Надеюсь, все же, что при спокойствии и горном воздухе Надя поправится. Жизнь мы здесь повели деревенскую, рано вставать и чуть ли не с петухами ложиться. Польский социал-демократ Яков Ганецкий удивлен. Как точно Владимир Ильич знает жизнь местных крестьян. А Ленин смеется. Вы киснете все время в квартире, а я по воскресным дням разъезжаю на велосипеде и знакомлюсь с крестьянами. Зайду в избу, попрошу продать молоко и заведу беседу. Интересный народ здешние крестьяне. Мы друг друга вполне понимаем. И опять работа. Письма в Россию и из России. Переписка в руках Надежды Константиновны. А ее здоровье все хуже. Необходима операция. Владимир Ильич везет жену в Швейцарию. Дорогая мамочка, операция была, по-видимому, довольно трудная. Помучили Надю около трех часов. В четверг была очень плоха, так что я перетрусил изрядно, но вчера уже явно пошла на поправку. И здесь, в Швейцарии, он много работает. Надо разъяснить взгляды большевиков по национальному вопросу. Буржуазия накануне мировой войны стремится отравить рабочих националистической пропагандой. В работах Владимира Ильича марксистское решение национального вопроса как одной из важнейших задач революции. Ее дыхание отчетливо слышали большевики. Верность старому революционному знамени испытана и доказана в новой обстановке и при новых условиях работы. Надвигаются величайшие события, которые решат судьбу нашей Родины. КОНЕЦ